МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубрика «Зверьё моё» Народной газеты рассказывает о том, в каких взаимоотношениях может находиться человек с кошками. Учёные из университета Линкольна выделили такие типы, как открытые, очуждённые, эпизодические, созависимость и дружба. Отмечается эмоциональная связь с питомцами. Так, открытые отношения подразумевают умеренную степень эмоциональной зависимости. Кошка не нуждается в обществе хозяина. В отчуждённых отношениях питомец вообще равнодушен к человеку. Дружба предполагает, что питомцу нравится быть рядом с хозяином. А вот созависимость носит болезненную привязанность хозяина к животному. Человек просто обожает свою кошку и проводит с ней очень много времени. Журналист Данила Ноздряков в рубрике «Важная бумага» рассказывает о том, как летом 1986 года на экранах телевизоров советских граждан появился итальянский криминальный сериал «Спрут» о борьбе с сицилистской мафией и коррупцией. Лента стала настолько популярной, что миллионы граждан следили за захватывающим сюжетом с придыханием. Прошло совсем немного времени, и мафиозные бандитские разборки перекочевали из далёкой Италии на провинциальные улочки российских городов. Заключительная полоса по скриптам располосилась с конвордом «Коротаем время с пользой для ума», а также не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдёте на страницах Народки. К региональным журналам июньский номер историко-криеведческого и культурно-просветительского журнала «Мономаг» посвящён памятной дате 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Издание опубликовало несколько треуголок, так назывались популярные в военные годы крошечные письма с фронта, которые также размещены в региональной книге памяти письма с фронта. Об Ульяновской лётной школе и о её большом вкладе в военные годы рассказывает краевед Виктор Буткевич. Главная библиотека Рульяновской областной библиотеки имени Ленина Валентина Потуткина рассказывает о том, как в годы ВОВ в Ульяновск была эвакуирована Центральная военно-морская библиотека. Город в ту пору стал одним из крупнейших центров эвакуации населения, промышленных предприятий, правительственных учреждений, организаций союзного значения и учебных заведений. Поэтому сохранение исторических материалов в ту пору стало стратегической задачей. К районным изданиям. Журналист газеты «Родина Ильича» Ульяновского района Аня Смирнова пообщалась с претендентами на почётное звание «Папа года-2021». На муниципальном этапе участниками стали восемь главсемейств. Каждому из них предстояло выполнить несколько заданий как в очном формате, так и в онлайн. Своих пап и мужей поддерживали семьи. Победитель районного этапа будет объявлен 8 июля, в День семьи, любви и верности. Заметка Дарьи Неконоровой в староманских известиях сообщает о том, что на базе Новиковской школы прошло открытое первенство района по скалолазанию и туризму на искусственном рельефе среди школьников. Участниками первенства стали командой шести школ Старомайнского района. Кроме того, ребята из школ номер один и номер два Старой Майны участвовали в дне конкурса. Успешному проведению состязаний способствовала отличная погода. Кроме того, соревнования проходили в живописном уголке села Русское Урайкино на берегу реки Красная. Вера Александрова поведала о пользе труда у подростков летние каникулы. С 1 июня на базе Матвейской школы начал свою работу летний лагерь с дневным пребыванием «Добрый росток». Лагерь дает возможность старшеклассникам не только пообщаться со сверстниками, интересно привести летние каникулы, но также приобрести первый опыт трудовой деятельности и настроиться на новый учебный год. Передовица издания «Новое время» Базарно-Сызганского района пестрит праздничным интервью Марии Колозиной, которая пообщалась в преддверии Дня медицинского работника с акушером Базарно-Сызганской районной больницей Лилией Фленовой. Каждое третье воскресенье июня ежегодно проходит под знамением медицины. В этот день поздравления принимают доктора, фельдшеры, медсестры, акушеры, вспомогательный персонал и все те, кто каким-либо образом связан с этой отраслью. В современном мире, когда пандемия коронавируса захватила всю планету, труд медицинских работников стал бесценным. Пожелаем им всем крепкого здоровья и истинной любви к своей профессии. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Максим Скворцов сообщает, что в период летних каникул для ребят не старше 13 лет в спортивном комплексе «Лидер» работает в специализированный лагерь занятиями русского хоккея с мячом. В тренировках принимают участие мальчишки от 10 до 13 лет. Особенность занятий заключается в том, что младшие, хочешь не хочешь, оттянутся за старшими. Такая программа подготовки, разработанная Вячеславом Манкосом, дает свои плоды буквально уже через несколько дней тренировочных занятий. Журналист информационного портала «Управда.ру» Андрей Корчагин пообщался с отцом и тренером Варварой Барановой, младоульяновской спортсменкой, ставшей победительницей первенства Европы и медалисткой первенства мира, которая на этой неделе поборется за исполнение еще одной мечты – участие в Олимпийских играх. Чуть больше месяца остается до старта 32-й летней Олимпиады в Токио. Игры должны были пройти в столице Японии еще летом 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 Международный Олимпийский комитет принял решение о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Такая ситуация благоприятно отразилась на спортивной карьере Варвары Барановой. Год назад наша красавица-спортсменка, эффектная блондинка с голубыми глазами, практически не имела шансов отправиться на Олимпиаду 2020, а сейчас находится всего в шаге от поездки в Японию. Корчагин верит в успех спортсменки и надеется, что на родину она вернется с олимпийской путевкой. Портал Медиа-73 сообщает, что в доме музея Гончарова воссоздали вид музыкальной гостиной 19 века. Это стало возможно благодаря открытию выставки «Музыкальная гостина Пушкинской поры». В ее основу легли фонды Российского национального музея музыки. Экспозиция посвящена культурному окружению великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, композиторам, музыкантам, литераторам и его современникам. В экспозиции представлены литографии и живописные портреты выдающихся деятелей русской культуры Александра Грибоедова, Александра Алябьева, Михаила Глинки, Карла Брюлова, Василия Жуковского. Одним из главных артефактов выставки стал рукописный альбом княгини Натальи Голицыной, на страницах которого есть собственноручные автографы 20 композиторов и почти 40 литераторов. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправду.ру и Медиа-73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок уже через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова